Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 15 августа, день Стефана, назван в честь принесения мощей святого первомученика и архидиакона Стефана. После того, как иудеи побили камнями Стефана, его честное тело лежало без погребения более стуток, его бросили на сиденье псам, зверям и птицам. Но никто не коснулся тела, ибо Господь охранял его. Верные люди похоронили тело в пещере, и только после окончания гонений на христиан мощи Стефана чудесным образом обнаружились и перенесли в Константинополь. На Руси Стефана переименовали в Степана, называли этот день и сыновалом через окончание сынокосных работ. Также Степан-сыновал известен как покровитель лошадей. В этот день лошадей поют освещенной водой, погрузив в нее серебряный предмет. Обычно для этого используют шапку, в которую клали серебряную монету. Монету потом прятали в конюшне, обычно под яслями. Этим наши предки защищали животных, а не чисто силой и болезней. Также считалось, что лошади будут более послушны своему хозяину. А монета, используемая в обряде, переходила от отца к сыну по наследству. Сегодня старались завершить все работы, связанные с сенокосом, и накрыть сено от дождя. Собирали травы, из которых плели Степана в венок. Его вешали в красном углу избы, где иконы. Когда кто-то заболевал, отрывали пучок травы и заваривали травяной чай. Полагали, что дух летнего луга отгонит недуги и хвори. Верили и в то, что сила Степанова венка сохраняется вплоть до следующей весны, до иларионного дня, 10 апреля. Приметы. Какой будет погодой на Степана, такой будет и весь сентябрь. Лягушки заквакали к дождю. И свекла практически не чувствуется. Это надо утром пить в основном или когда хочешь? Это можно пить перед едой за 30 минут. Я хотел спросить еще у вас, можно ли есть отварную рыбу? Ну, вы понимаете, что ее можно есть, но есть ли в ней какой-то смысл для нашего организма? Смысл, несомненно, конечно, есть. И причем смысл может быть следующим. Одно дело, просто накормить, что-нибудь положить в организм и пускать. Да, нормально, нормально. Вот как там организм будет с ним разбираться, это его дело. А вот если... Уже допить или туда? Я сейчас допью еще. А вот если хочешь, чтобы это все дало определенную пользу, а тем более исцелило, то тут уже к продуктам надо избирательно подходить. А именно, рыбку можно, но опять-таки, если она отварная, пускай будет, то ее можно, или запеченная, опять-таки, с овощами. И не так уж много. Она легко довольно-таки переваривать. Но она легче намного, чем мясо. Намного легче, чем мясо. Вот, овощи должны присутствовать. И пускай эти овощи будут запеченные. Гриб, болгарский перчик, там что-то еще там, баклажанчик и так далее. Ну, во всех ресторанах так и подают, в основном рыбу, если вы в ресторане ее заказываете. Вот, единственное, чтобы после не запивать. Потому что, как человек скушал рыбку, скушал там мясо или скушал любой другой продукт, и после этого начинает чем-то запивать, желудочно-кишечные соки, которые выделились у него... Растворяются. Разбавляется. И пищеварение останавливается. Даже горячим чаем нельзя. А чай что, не вода? Мне сказали, что чай надо горячий после вот особенно жирной пищи, потому что он помогает как бы жир протолкнуть дальше. Ну, как бы вот... Вот, смотрите, действительно, просто что-то протолкнуть. Не переварить, а уже протолкнуть. Потому что жир переваривается очень долго. Любые продукты требуют своей технологии приготовления и также употребления. И после они требуют определенного срока, в результате которого они перевариваются. Жирные продукты требуют больше всего времени. Поэтому их надо есть, когда? Утром. Ну, в основном, я просто смотрю у всех родителей. Они тазами едят еду, стругают салаты, вот эти оливье, особенно если какой-то праздник, все, это начинается. То есть я говорю, мама, вы же... Ну, они полные у меня совершенно. Какая мне фигура у меня возраст? Хотя какой возраст? Моей маме 49 лет всего. Смотри, дело даже не в том, что полные люди, а дело в том, что эта полнота становится нездоровой и начинается гипертония, предрасположенная к сахарному диабету второго типа, сустава и пятое-десятое. То есть здесь надо питаться из-за того, чтобы ферменты были, чтобы они расщепляли полноценную пищу и делали нас стройнее, давали нам жизнь. Кстати, я тебе приготовил еще одно блюдо, в котором именно присутствует... Вот если ты сейчас выпил, и как бы сказать, жизнь там есть, не есть... Жизнь все-таки пока еще чуть-чуть есть во мне. Я имею в виду продукт. То сейчас я тебе хочу приготовить следующее блюдо, которое по-настоящему поднимает энергетику и жизненный потенциал организма сразу же и намного. А вы знаете, почему я сделал вывод, что мясо оно отяжеляет, отягощает? Мне как-то раз одна моя подруга посоветовала, говорит, съешь пророщенный горох. Я так думаю, что какой пророщенный горох еще, какая глупость. Вот я пью кефир, если голодна, и пророщенный горох. И я один раз купил этот пророщенный горох, вот он как вот это только... Это пророщенная пшеница. Да. И, в общем-то, съел его, кефиром запил, и, в общем, у меня не было никакого расстройства живого, как многие там подумали бы. Вот. У меня появилась энергия, настроение поднялось, и я не хотел есть. Вот. И я задумался на эту тему, что очень много зависит от питания. Взять моих родителей, они едят тоннами, все время уставшие, все время хотят спать, или там у них голова болит. И я понял, что есть ненужная пища, которую люди наполняют себя, и толстеют, и от нее плохое настроение, и все, только хуже. И болезни. И болезни. А есть какая-то вот пища, вот как... 14-е лунные сутки. И на речи колонных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малаха-Про. Доброго здоровьица и до новых встреч!